Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Насколько это научно-астрологическая терминология! Это обрубнутая мною запатентованная технология духовки планет. Опять кто-то в ретрограде же сейчас, нет? По-моему, Марс. По-моему, Марс, но я еще не посмотрела, но вчера новая луна, новолуние вчера у девочки. Да, а я заметила, что когда я в полнолуние пью, я ничего потом не помню. У меня полжизни в полнолуние прошло. Что, девочки, сексом больше заниматься стали? Мне кажется, что сейчас Карина упадет под стул, хорошо, что она сидит, а не стоит сейчас. Но мне кажется, что... Тань, давай. Мне кажется, что мы асексуалы. Я думала, ты скажешь, что ты беременна. Я вижу это лицо. Слушай, Тань, я тебя знаю хорошо, с мая месяца. Мне кажется, что ты обожаешь ебаться. Ты видишь, как ебать террорист, если честно. Мне кажется, что ты ебешься больше всех нас взятых. Да, да. То есть вот если посадить нас всех в какую-то кристальную комнату, где можно ебаться нон-стоп, и это будет чистый эксперимент, мне кажется, Таня перебет больше людей, чем мы с ней. Конечно. Это, знаешь, как вы дурак. Это репутация просто. Да не репутация. Я подтолкнула к этой мысли. Почему ты решила, что вы асексуалы? Ну, я типа не приходила к этой мысли, я просто посчитала количество секса и поняла, что, видимо, мы асексуалы. Вот, поэтому. Нет, ну ты-то его хочешь? Да. Ну, вот, значит, ты не асексуала. Все, да. Но математика говорит обратное. Это односторонняя асексуальность. Извините, мне просто очень интересно. Можем это не вставлять в программу, но это надо обсудить. Так, давай, я сейчас, знаешь, чувствую себя Машиной в осад, которые все докапываются. Вот я хочу. Нет, нет, нет. Нет, а мы-то по-доброму. Да я знаю, знаю все. Просто ты даже, я тебе так скажу. Ладно, короче, ты... Да говори, что хочешь. Да нет, я тебе скажу так, просто мне придется вырезать, возможно. Просто Давид Пасарев один в выпуске, он говорит, ну я не понимаю, как они не занимаются сексом. Она молодая, красивая баба. Нет, я просто не понимаю, тем более у тебя столько энергии и, как бы, ну, реально у тебя вайб у человека, который очень много ебется. В чем проблема-то? Ну, я не знаю, ну, типа, другие отношения, вот. Типа, просто любовь, обнимашки и все такое. Но он тебе близкий или родной человек? А в чем разница? Да, я тоже. Ты знаешь, родным человеком ты не ебешь. Не, блядь, ты можешь не говорить, дай мне ответить сначала, блядь, это портит тест. Ты можешь сказать, ну тебе близкий или родной? Вот ты когда, у тебя первая ситуация какая? Ну, когда ты сказала, наверное, близкий, но в телефоне записаны как родной, поэтому... Ну вот, вот, вот и все, мой привет. Родной — это папа. Ты не можешь заниматься сексом. Ну, вот ты, Ксюш, родная, понимаешь? Но мы не будем ебаться. Чтобы там кто не хотел, мы не будем ебаться. Когда я тоже говорила, что, типа, больше родной, потому что мы же тоже очень давно вместе, она мне советовала написать отличия мужа от сына и мужа от папы. Типа, в чем они разные. Вот, 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 вот. Я сначала очень долго не могла подойти к этому заданию, пока я не написала, в чем они схожи. У меня уже этот мозг это отпустил, и все, и после этого я уже начала замечать, в чем они разные. Вот даже вы тоже про это говорили в программе, что, типа, one-night-stand, one-night-standом, но, типа, пиздатые отношения — это всегда, типа, супер, что когда ты находишься, наконец, своего человека и так далее. Не всегда. Я не могу сказать, что это всегда супер. Просто бывают разные моменты жизни. Например, там, в 22 мне хотелось, ну, вот именно вот каждый раз, чтобы это был one-night-stand, и было супер весело, и было... Каждый раз утром ты вспоминаешь это и ржешь. А вот потом это тебе надоедает. Ты такой, блин, вот хочется как-то, чтобы поспокойнее было. Вот, но это все периодами, они меняются. Там Танюша пришла впервые и сказала, что наконец-то стала получать оргазм во время секса. Расскажи, что вообще происходит? Я просто посмотрела серию, когда... Sex Education у нас уже рубрика отдельная. Там была серия про то, что там героиня не получала оргазм, и она, типа, начала мастурбировать, и потом своему парню прямо сказала, так, хочу это, 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 потом вот это, это, это и так далее. Да, там, в принципе, вот эта, кстати, эта серия мне тоже помогла, потому что, оказывается, это тоже зависит от позы, от проникновения. У каждого по-разному уже находится. По-моему, в какой-то книжке, которую мы все читали, там же было описание того, где находится вот над... Как же это, как же там было-то? Короче, это не точка G, но во влагалище есть какая-то стенка вот эта, которая, если происходит трение, то от этого становится приятно. Вот если к этой сделать, встать или сесть, не знаю, в какую-то позу, где вот именно происходит это трение, то вот так это и получается. Ну, мне так кажется, не знаю. Ну, то есть дело не в каком-то возбуждении, абсолютно такая механическая условная история, то есть возбуждение было и раньше такое же, и сейчас такое же, но просто нашли какой-то... Да, ну, как бы просто это тоже, мне кажется, механика, это очень важный элемент, про который многие забывают. Но мне кажется, что отдельно механика не работает, потому что все равно, особенно у девочек, очень много в голове. Отдельно, конечно, нет, нет, отдельно нет. Нет, это 100%. Мы же обсуждали это с Василенко, ты знаешь, как объясняет, что, типа, вот, допустим, я себе поглажу, ну, или, там, например, меня мама погладит по спине, мне как бы пофиг, но погладила-погладила. А если меня парень погладит по спине, то, типа, это суперприятно становится, потому что, ну, типа, это смотря, что ты вкладываешь в это, как бы, ощущение. Это она объясняет тем, что, типа, говорят, вот, как найти свою точку эрогенную, и вот, типа, Василенко объясняет тем, что нет никаких эрогенных точек, потому что, если по той же эрогенной точке попробовать какой-нибудь родственник, да, то... Да, каждому своё, это правда. Ничего не будет. Тань, как у тебя? Ты рассказывала, что к психологу ходила, и что сейчас у вас вообще происходит? Я вчера вспоминала все конфликтологии, вот эти вот, всё, что я изучала за всю жизнь, типа, как правильно ругаться. Потому что это сейчас, мне кажется, прям самые нужные навыки. А, значит, первое, что я вспомнила, когда мы 20 минут спорили, какой мультик посмотреть завтра, нам казалось, что это очень важный спор, и сейчас просто не на жизнь, а на смерть. Тайна Коко или Валли? Всё. Ой, Тайна Коко, отличный мультик, я голосую. Да, но моя бабушка знает, что он про день смерти, поэтому нельзя его смотреть. Почему? Там наоборот говорится о том, что... Радость, а память, надо сказать, мама, ты умрёшь, а мы будем помнить тебя. Вот какой вывод из этого мультика. Нет, важно вспомнить. Значит, первое правило, которое я вспомнила из уроков конфликтологии своей молодости, что нужно помнить, зачем вы спорите, какая цель. Типа, цель порадоваться, посмотреть мультик. Правильно выбрать, как порадовать условно ребёнка, например. Поэтому, если в этом спорю, вы уже понимаете, что вы все ненавидите друг друга, и ребёнок рыдает в углу, потому что все ссорятся, то типа, не надо, не надо спорить, не важно, уже не важно, просто закончите этот спор. И типа, в отношениях же тоже так, если у вас цель, там, не знаю, чтобы вам правильно подарили подарок, и вы уже из-за этого три дня не разговариваете, то типа, нахер этот спор. Ну как бы, другое был замут. Вот, и второе, что я вспомнила, это то, что когда типа что-то очень бесит, не надо начинать с... Блин, ты вчера сделал вот так вот, и это было отстой. Надо начинать с того, что вот вчера вот была такая ситуация, я очень расстроилась. И типа, с этим хрен поспоришь, потому что ты же расстроилась, нельзя же... Ну да, так это нужно же сразу говорить о своих эмоциях. А мы начали жить вместе. О-о-о! Да, мы начали жить вместе, поэтому вот эти все истории про конфликтологию я тоже начала их вспоминать, потому что я... Блин, вы начали жить вместе в эпоху карантина, это самое вообще такое... А когда еще обстоятельство? Да, на самом деле нормально, просто я вот никогда не жила именно, чтобы взяли вместе, выбрали квартиру, переехали, ну что, с чистого листа, да? И это очень такой интересный и необычный опыт, и я никогда не знала, что из-за бытовухи можно ругаться, но я слышала, но... Ну, а такие тупые вещи, типа нельзя заливать сосиски холодной водой, потому что тогда пленочка к ним прилипнет. О, господи! Что если грибы и шампиньоны режешь, да, то ножку не надо выкидывать, потому что они уже выращены на специальной ферме, где можно есть и шляпку, и ножку. Ну, в общем, да. А еще же у нас собака, а это щенок, и он то писается, то какается, иногда бывает. Вот, поэтому тоже, знаешь, такая бета-версия семьи. Вот тут мы в 6 утра проснулись от того, что Нафаня наболевал в кровать. Вот, ну мы убрали все и пошли дальше спорить. Но прикольно, мне очень нравится, прикольно. Ксюша так снисходительно со своей кошкой, знаешь, смотрит, типа, наболевал в кровать. Понятно. Обычный день. Нет, у Ксюши, у Ксюши просто уже это все прошло. Да, у меня уже было, когда кошка, у нее была аллергия на еду, мне не сказала об этом заводчица, и она просто... Аллергия на еду, это моя жизнь, аллергия на еду. Твоя жизнь, реально. Только если бы у тебя был понос постоянно, то я не был духу херовью. Потому что я проспалась утром от того, что она ложилась рядом со мной, у нее текло из жопы, и я проспалась в говне. Да, да, да. И она такая, блядь. Ксюша, а как у тебя сейчас вообще карантинные дела? Ну, я напоминаю, что мой молодой человек постится, и поэтому мы все еще не занимаемся сексом до еще 2 недели. Хоть кто-то со мной. Еееей. Да, да, да. Но у меня хотя бы есть причина. Просто теперь, когда я на него лишний раз хочу, значит, так, уровень моего старта, разгона от нуля до суперсуки теперь занимает 2 секунды, потому что я как бы такая тахерея. Я говорю, это все, потому что меня не ебут. Это все, как я не знаю. А теперь можно все на это сваливать. Теперь можно все на это сваливать. Да, да, да. Ты видишь, что случилось? Карантин из-за этого. Это все. Доллар, видел курс уже. Да. Потому что вся моя женская энергия перекрыта. Да не, как его называется, но это, мне кажется, лучше, знаешь, лучше причина твоего плохого настроения, чем когда все говорят, ой, у тебя месячные, ой, у тебя ПМС. Нет, извините, просто есть вопросики. Таня, а вы сейчас, кстати, живете, мне вот, я не доспросила, не успела, про... Вы сейчас живете как муж и жена или как родители? Как это? Это сложный вопрос, потому что это очень тяжело теперь разделить, потому что родители стало как бы основной функцией давно уже семьи, и типа, это и есть муж и жена, как бы уже как будто. Короче, не знаю, это сложный вопрос. Сложно. Вот это точно не типа пара. Оно влияет тоже на романтические чувства, когда вы становитесь родителями? Конечно, очень, потому что еще вообще другой фон эмоциональный. Я очень помню, что я долго прям не могла, когда Лева появился, очень долго не могла подстроиться в то, что я все еще как бы девочка, потому что, ну, ты только что решала там какие-то... Не знаю, 24, 3, вот. А что значит мне девочка? Ну, я ее люблю. Ну, что типа, что я там хочу, не знаю, полежать, посмотреть кино, позаниматься сексом, пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот эти все обнимашки, потому что ты только что, там, не знаю, протирал какое-нибудь говно, или ты только что был в роли мамы, которая вся такая важная, серьезная, ответственная, готовит, там, вот это вот все, и тут ты должна вдруг выключиться, и такая, давай, обниматься, лежать в кровати, типа, это вообще как-то не, 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 очень долго не ложилось у меня в голове, очень долго, я ложусь в кровать с мыслью, что мне, значит, завтра нужно вот это сделать, это, это сделать, и только что я, не знаю, опять-таки, выполнял какие-нибудь мамские, вообще не сексуальные обязанности, и, и типа, и ты так уложишься в кровать, и думаешь, чего вообще, какой вайп я сейчас должен здесь словить, ну, типа, я представила, я убрала только что говно, вообще, все, потому что хочется просто разделить это как-то в разные дни жизни, типа, выделить отдельный день, чтобы быть мамой, и отдельный день, чтобы быть женой, и как-то, чтобы ты настроился заранее, здесь полежал в ванной, в ароматических свечах, а тут уже спокойно настроился на детские книжки, про трех поросенков, и, короче, как-то это разделить в жизни, а это, ну, не надо делить, это как-то нужно уметь совмещать. Слушайте, а что вас больше всего бесит в ваших родителях? Давайте, какую-нибудь одну штуку. А, слушай, у меня мама, мама, вот это вот, типа, если вот как она считает, то вот по-другому никак, и я уже научилась, сейчас я в вашу рубрику влезу, это, она что, козерок? Нет, она скорпион, это хуже. Вот, и, если, мама как-то считает, то ее вот переубедить, это невозможно, и это абсолютно дебильное качество, а батя считает то, что, ну, лучше него на свете, ну, ну, просто не существует, он сам, все, что он делает, это лучшее, как он думает, это только правильная точка зрения, а все остальные удали. можно как-то научиться как-то этому, я тоже так хочу. вот, у меня просто самооценка, у родителей, она как бы стоит, вот, вот это просто выбешивает страшно, вот, а остальное вроде бы как-то нормально. Мне кажется, я просто тоже прям в этот же первый момент подумала, тоже про бескомпромиссность, мне кажется, это еще возрастное, нет, потому что ты, типа, у тебя много жизненного опыта, тебе кажется, что ты все знаешь, нет, у меня мама такая всю жизнь была, у меня всю жизнь такая мать была, и когда я малая была, и сейчас, и, ну, вообще всегда, и отец рассказывал, что он всегда такая была, но я понимаю, что и у меня такое есть, поэтому, вот, а у тебя, Ксюша, что? Ой, меня больше всего бесит, когда они начинают юлить, когда, типа, я понимаю, что они просто хотят внимания, но вместо того, чтобы просто сказать, давай созвонимся, или что-нибудь такое, начинаются какие-то завороты, типа, я тут видела в интернете, и кидает мне прям сайт, какую-то лампу, ты могла бы, если вдруг будешь покупать ее, взять ее мне тоже, я говорю, мам, так вот же сайт, и так, то есть, когда вместо того, чтобы открытое сказать что-то, это у бати и у мамы, вместо просто того, чтобы сказать, ёл, давайте созвонимся, давайте что-то сделаем, они начинают какими-то окольными, вот этими пиздохами, поджирать время, я такая, блядь, это ужасно, вот это вот меня просто вымораживает больше всего на земле, вот это вот прям мой топ, ну, у меня, вот я говорю, мне не нравится вот эта излишняя тревожность, вот знаете, когда, мам, мы приземлились, слава богу, ура, блядь, она дома аплодирует пилоту, на луну просто совершила, и вот это вот все время просто, вот знаешь, типа к бабушке с мамой, когда приходишь, первый вопрос всегда, ну тебя там Тёма-то не обижает, и я начинаю садиться и говорить, мам, бьёт, вообще, слово сказать не даёт, конечно, и вот, что невозможно, да, да, мне кажется, я не знаю ни одного ребёнка, который бы не сказал, что, блин, мои родители просто с дуба рухнули, но они кукухой отлетели, и я понимаю, что в какой-то момент мы для наших детей будем кукухой отлетевшие, вы понимаете это? Ксюша, мы с тобой просто уйдём в гадание, в астрологию, у меня просто... Уферический салон, это вы хотите писать, верну любимого человека, или вот это вот... Я не знаю, вам говорили в детстве или нет, вот эта долбоёбская поговорка про то, что молчи, за умного сойдёшь, вот мне постоянно бабушка говорила, молчи, за умного сойдёшь, и я всё время так тоже думала, и когда даже на меня мама гнала, и я понимала, что максимально сейчас несправедливо, или, допустим, заставляет делать вещи, которые максимально я не должна выполнять, я почему-то думала, что проще промолчать и сделать, чем сказать, вот, а сейчас я понимаю то, что нифига не проще, и я поэтому всё стараюсь говорить, типа, мам, ну это тебя не касается, мам, ну я не для тебя эту передачу делаю, где я про секс постоянно рассказываю, рассказываю, вот, или, типа, мам, ну я сама решу, когда мне родители, там, ну вот какие-то такие вещи, то есть я просто максимально сухо, без всяких эмоций, просто говорю, типа, и всё. А тебе родители, мама говорит, что тебе нужно родить? Нет, на самом деле, это такая родительская ловушка, я вообще не понимаю, это настолько нелогичная схема, потому что ты, типа, растёшь, тебе сначала говорят, что тебе ни с кем нельзя, ничём учить. Ни кто не достойный. Нет, не это, не прилично. Потом тебе бухает, там, типа, 18-19, тебе резко начинают спрашивать, когда ты выйдешь замуж. Как только у тебя появляется какой-то, более-менее серьёзный молодой человек, тебе сразу говорят, что всё, вот это, вот сейчас, нужно срочно выходить замуж. Потом, как только вы выходите замуж, тебе говорят, что, ну, теперь вы же женаты, вам же нужно срочно рожать детей. Вы рожаете детей, потом вы через два года понимаете, что вы друг другу не подходите, и вам говорят, а чем ты думал? Да, да, да. Блин, а вот у меня просто родители всегда, у меня мама всегда до сих пор говорит, гуляй, тусуйся, не надо ни замуж, не надо ни детей, наслаждайся своей жизнью, типа, потом это придёт, когда там, типа, через пару лет или побольше. Меня вообще никто никогда не заставлял, поэтому мне, ну, странно, как они могут лезть в чужие, блядь, дела? Это вообще не их задача. Но так, раньше ты воспитывали не так, раньше же было социализм, и как бы общество как государство, и тебя все поспитывали вместе. Каждый ребёнок, весь, не бывает чужих детей, вот это всё. Скучали по рубрике гастрит? Так вот же она. Из-за гастрита я стараюсь всё время всё практически есть на пару, что возможно, но раньше всё это приходилось заказывать из ресторанов, потому что сама на пару я готовить вообще не умею. Поэтому я приобрела себе мультиварку от Redmond, и буду сейчас её тестить вместе с приложением Ready for Sky. О, индейка на пару. Сегодня я хочу индейку на пару с овощами. Сразу же смотрим, что нам для этого нужно. В мультиварку налить воду, установить контейнер, посыпать солью, и всё, за 20 минут всё будет готово. Я взяла просто стейк индейки, замороженное брокколи. Открываю. Сюда я уже налила воду, и просто кладу солью. Ба-бам! Крокколи. Закрываю. Я открываю приложение Ready for Sky. Давайте попробуем, какие программы есть. На пару. Какие тут есть дополнительные функции? Автоподогрев, отложенный старт. Например, если я пошла, например, гулять, я хочу поставить, например, в 17.58, чтобы через 20 минут началось приготовление. Но нет, я голодная, поэтому я хочу сейчас. Всё. Смотрите, сконнектилось. И написано, что на пару. 20 минут. Ну а пока у меня готовится моя индейка на пару, я хочу рассказать вам о некоторых функциях, которые тут ещё есть. Во-первых, это MasterChef Lite. Например, я хочу поменять температуру. Например, не 20 минут, а 21 минуту. Хочу, чтобы просто подольше приготовилось. Ну, например, если вы любите более такой наваристый суп, вы хотите, чтобы он не просто приготовился, но ещё и потомился. Технологии! Смотрите, как тут уже прикольно. У меня осталось несколько минут. Тут уже всё разморозилось. Всё готово. По вкусу точно такая же индейка, как я себе беру в ресторане, но я прошу меня сделать её на пару. Переходим по ссылке внизу в описании и заказываем умные мультиварки от Redmond. А по промокоду подруги вам будет 10% скидка вообще на все товары от Redmond, поэтому скорее заказывайте. А мы переходим к нашему диалогу. Помада осталась на пальцах. Ещё пара вопросов. Вернёмся к началу нашего разговора. Тут спрашивают про женское либидо. От чего же оно зависит? Как у вас это работает? Расскажите. Либидо — это типа сексуальность? Желание ебаться. Желание, да. Желание ебаться. Забыла слово за ненадобностью. У меня, кстати, что-то я вообще... Как это? Нелибидная. Неликвидная. Вот по тебе, кстати, этого вообще не скажешь. Ты это уже рассказывала, но по тебе этого вообще не скажешь. Ну, не знаю. Я просто больше в мозгу живу. Мне очень интересно, что в голове происходит. Мне гораздо интереснее поговорить, пошутить. Вот типа лучше, чем смешно поговорить, я не могу вообще придумать, что сделать. Поэтому мне сложно. У меня как-то... Ну, не знаю. У меня, короче, организм не очень сильно в этом направлении разный. Мне кажется, что это еще за воспитание очень сильно. Не знаю. Я думаю, что это очень связано с воспитанием. Я очень надеюсь, что у нас сейчас это поколение будет раститься более сексуально. Не знаю. Вот девочка мне писала, я вам присылала, что массово мужики... Я, кстати, с этим тоже помню сталкиваюсь. Мне кажется, мы с тобой даже, Карин, что-то обсуждали, что чуваки такие... Не очень хотим заниматься сексом, хотим скорее полежать, поговорить и так далее. А есть это миф, что типа чувакам это нужно будет. Больше, чем женщина. Хедшот сразу. История Джима и Пэм очень милая. Очень милая. Но меня бесят, если честно. Вот. Я ненавижу такие пары, которые... Я пока что на четвертом или третьем сезоне. Они даже не встречались, а что-то ходят и постоянно смотрят друг на друга. Ой, он встречается с этим. Начинает переживать. Блядь, вы даже не встречались. Вы чего, ребят? В смысле? Да, ты знаешь, это наоборот. Пока вы не встречались, но у вас искра, и типа она такая тлеет. Да, нет, это очень милая история. Очень милая. Офис вообще... Это как вот этот самый Рэйчел и этот самый... Рост. И рост, да. Ненавижу такие отношения. Вы уже либо встречаетесь, либо и хуйнё не страдаете. Запретим, Тань. Грули их. В плане мужчин. Никакого бодипозитива, никакого... Ничего. Слушай, бодипозитив ты сейчас очень сильно обобщаешь. Например, бодипозитив — это же принятие каких-нибудь пигментных пятн, которые тебе могут очень нравиться. Фигура очень важна. Внешность. Да, согласна. Нет, пигментные пятна, нет, вот эти все штуки — это ничего страшного. Я просто типа бодипозитив, я не люблю, когда оно в каком-то плохом ключе. Вот, понимаете, потому что бодипозитив — это круто, просто типа мет. Да, правильно, что поправила, но да, и это плохая черта, я считаю, потому что так нельзя, но я это никому просто не рассказываю. Но это твоя жизнь. В смысле нельзя? Вот в смысле нельзя? Если тебе нравится, то у тебя это получается. Я вообще считаю, я заебала, что что-то нельзя. На всё это нельзя, я говорю, можно. А вот у меня такая система, вот у меня вчера просто кореша мои спросили, типа, кто красивый? Типа, расскажи на примере каких-нибудь актёров или певцов, кто красивый. И я начала, короче, описывать, и я такая говорю, вот красивый этот, потому что он смешно шутит и уверенный в себе. И я поняла, что у меня... Да, что у меня всё время даже на внешности как-то откладывается. Вот я, допустим, вижу человека, мне кажется, что он некрасивый, потом я начинаю с ним как-то общаться, он как-то пиздато шутит или ещё что-то, и я прям сразу же мне начинаю отказаться, потому что он очень привлекательный. Вот. И наоборот... Ну, это как Дэннио Крейг, знаешь, который, типа, блин, так-то если присмотреться на него, он вообще-то не... Ну, не то чтобы эталон, знаешь, английской красоты, но он такой, типа, видишь... Не, ну и в целом, вот я... Мне прислали, причём, фотку этого Джона Красински, где он, типа, супер качок, но он там просто стоит, но он качок, я не знала то, что он качок. И я такая смотрю и думаю, ну, тут он какой-то неинтересный. А когда включаешь офис, и он там как-нибудь охуенно шутит или что-то делает, я прям такая... Да, у меня так с Келленом Мёрфи, потому что я так в него влюбилась в остров Козыряках, а потом я смотрю интервью, и такая думаю, как же так-то? Я, баба, простая, я люблю Тимоти Шаламе. Я тоже! Изи! Я вот вообще не люблю Тимоти Шаламе, мне вообще не нравится. Он такой рейт, он такой рейт, смазливая, остроугольная леса, вот у меня такие слабые. Нет, я обожаю смазливых, но смазливые, это самое... Да, я понимаю, да, она любит, я люблю более брутальных таких, кстати. Это я, кстати, обсуждала. Тимоти, очень желательно, чтобы на меня были похожи. Да, это тоже правда, она постоянно занимается, ну, сейчас Лёша, но у пацанов так-то по опыту листинга, который мы вели, там просто ощущение в какой-то момент у меня было, что Карина ебёт себя постоянно. Я такая, ну, там это зеркаленький, да? Да, были мальчики, которые были очень сильно на меня похожи, ну, вот прям вот просто. Очень смешно. Да, неплохо. Как часто хочется и как часто секс у вас происходит? Ну, сейчас раз в неделю где-то. У нас, когда нет поста, нормально. Да, 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 кстати. Два-три раза в неделю нормально. А я сейчас даже, что-то не знаю, потому что я не считаю, но типа, я учитываю, что я периодически в Москве, как бы, знаешь? Не то, что я веду колебания. Наверное, 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 раз в неделю, но мне кажется, что может быть и реже вполне, потому что я часто вообще в другом городе живу. Ага. Понятно. Но я тебе могу сказать, что меня это сильно напрягает. Какие куфры? Давай, скажи нам, чтобы мы хоть не держали руку на пульсе. Тут какой-то рекорд тотальный случился, потому что последний раз было на Мальдивах, а на Мальдивах, я не помню, когда я была, наверное, в конце января, начале февраля, как бы. Данюх, так не надо. Зачем? А что делать? Вот, блядь, а ты против полиамории, понимаешь? И ты против кинки вечеринок. Если там у вас дети уже, и вы там сколько-то лет там вместе, а-ля больше десяти, например, вы не обязаны циклиться на сексе исключительно. Замечательное завершение и вопросов про, как отставить личные границы, и вопросов про либидо, и прочее-прочее. В целом, мне кажется, очень много из этих вещей начинается с самооценки. Вот нас кучу раз спросили, как полюбить себя и какие есть упражнения для повышения самооценки. Ну, давайте вы скажете, что вы делаете. Вы какой-то путь проходили в этом или нет? У меня путь был в том, что, ну, от противного. Во-первых, у меня в голове, ну, вот сейчас уже почти нету такого, но у меня всегда в голове было какое-то соревнование с каким-то объектом. Это либо мальчик, либо девочка. Ну, я имею в виду не просто, что вот какая-то тёлка, которую я хочу победить. Нет, с пацанами я всегда соревновалась. Вот. И когда я побеждала, ну, в своей голове, это, естественно, не какие-то распределения в реальной жизни. Вот. когда я в голове кого-то побеждала, мне становилось проще. Плюс в лет 20 я, ну, я всегда слушала Кани Уэста, но это был как раз тот момент, когда у него очень сильно уже начало срывать башню, и он такой, типа, вот я бог, я вообще могу всё, что угодно, и вёл себя очень эгоцентрично, так сказать. И это мне тоже очень сильно помогло, и он меня дико вдохновлял. Я смотрела каждое его интервью, и где он всё время просто посылал всех на хуй, я написала делать так же, и поняла, что это рабочая схема именно для меня, потому что я себя так очень, ну, свободно себя чувствую. Органично. Органично, да, вот, и поэтому тоже проблема заключается в том, что теперь иногда я стараюсь немножечко на поворотах избавлять, чтобы не давить других людей, которые не очень нравятся им такой формат, вот, но, в принципе, да, у меня такое, если вам не нравится, идите на хуй. У меня через карьеру, мне кажется, очень сильная самооценка растёт, ну, то есть, типа, если у меня в работе много всего получается, то всё, я себя уже ощущаю кайфово, и когда я записывала интервью с Шнуровым, первое интервью в моей жизни, мне было жутко страшно, в итоге ничего не получилось, звук не записался, я всё равно это так пережила, что у меня какой-то, ну, опыт остался в голове, и я такая, типа, блин, Шнуров настоящий рядом со мной, даже если ничего не получилось, то всё равно у тебя какое-то ощущение роста в голове, и чем сложнее проект, тем больше рост. Мне всё время, наоборот, было обидно то, что я могу кучу всего чего сделать, там, я не знаю, даже добиться каких-то своих мечт, но, Тань, на самом деле, если у тебя хуёво с самооценкой, ты не замечаешь этого, то есть, тебе могут все, да, тебе могут все на свете сказать, Тань, да ты чё, ты там награду получила, классный проект сделала, тра-та-та, да ты же известная, все дела, но ты не будешь это воспринимать на свой счёт, ты будешь думать, ну ок, вот, и даже несмотря на то, что ты всё время об этом мечтала, ты не будешь чувствовать себя внутри от этого гордым, или что, блин, а я походу реально молодец, у тебя не будет этого чувства, если у тебя хуёвая самооценка, на самом деле. Давай, Ксюша, расскажи про Литвака, пожалуйста, и про самооценку. Вот так вот, все про свой путь, да, я, значит, блядь, про Литвака, ну хорошо. Да нет, от теории к практике. Просто ты единственная, кто умеет читать среди не нас. Нет, на самом деле, чё, у Литвака есть книжка, просто она настолько простая и прикладная, что я её всем советую, потому что она просто, ну, знаешь, максимально разжёванная, и это как Берн, который ты, типа, можешь применить сразу, который 7 шагов к стабильной самооценке, и он говорит о том, что нет понятия высокая или низкая самооценка, это бред, потому что самооценка бывает либо стабильная, либо нестабильная. Типа стабильная, это когда ты понимаешь, что ты спокоен среди бурь, и какое бы говно внешнее с тобой не происходило, какие бы комменты в ютюбе тебе или на флоуне написали, тебе похуй, потому что ты знаешь свою ценность. А нестабильная, это когда тебе, например, пишут, что ты там, самая классная, замечательная, и ты чувствуешь себя прекрасно, или тебе, ну, а потом тебе кто-то пишет, блин, ты дебилка, ты сюда не вписываешься, и ты расстраиваешься, или, например, парень тебе не отвечает, и ты очень грустно ходишь неделями, а потом он тебе в моменте написал, и у тебя супер поднялось настроение. Вот это пристав нестабильной самооценки, потому что у тебя, из-за того, что он тебе пишет или не пишет, не должна, но так скакать. Ну, типа и туда, или туда, потому что... Понимаешь? Ну, не, слушай, Тань, просто у тебя точно, у тебя, скорее всего, я хорошая, если я лучшая, судя по тому, что для тебя самое главное, ну, с точки зрения роста самооценки, либо я хорошая, если я сильная, либо я хорошая, если я лучшая. Вот это твой формат самооценки, скорее всего. Потому что тебе нужны достижения на работе, тебе нужно, что вот я смогла, я сама, я вот это и так далее. Вот тогда я классная. Есть еще третий вариант, я хорошая, если я помогаю. Вот это у Танюхи явно было, и она это переросла, увела в другое. Ну, типа, когда ты говоришь, что людям с тобой удобно, то есть, когда ты чувствуешь, ты, ну, люди, как сказать, ты не простраиваешь свои границы, и ты делаешь что-то для других людей, чувствуя, что тебя это ущемляет. Почему ты это делаешь? Потому что ты тогда вы хорошая, удобная и так далее. Вот. То есть, это такие три основных типа. У меня ключевой кор, вот тоже, что я, типа, классная, если я лучше. Но тоже я его уже подгасила, слава богу, с годами, но он был такой. Вот. И почему это не круто? Ну, это просто надо выявить в себе и делать разные упражнения. У него они описаны. То есть, ты банально как совсем, там, рационализируешь, ведешь какой-нибудь дневничок, например. А я, кстати, это делала на протяжении месяца, ну, достаточно прикольно. Ты пишешь, например, что тебя сегодня очень расстроило, что тебя сегодня очень порадовало, да, и насколько это связано, действительно, с твоей самооценкой. И насколько ты вообще готова позволять таким вещам, ну, на тебя влиять. Потому что я вот при любом у него, опять же, мне там не отвечал человек, и я прям ужасно себя чувствовала. Я прям чувствовала, что я такая, типа, блин, я что дурацкая, почему он мне не отвечает? Девочки же очень много кто, ну, мы заморачиваемся, да и парни, я думаю, тоже, на тему того, что, блин, он мне не отвечает, может быть, если бы я была такой, а вот если бы я была сикой, он бы мне отвечал, реагировал на меня, а вот он с этой девочкой и так далее. Ну, я просто на самом простом объясняю сейчас, вы понимаете, да, почему это? Ну, это классика, через которую все проходили, да. Ну, вообще, мне кажется, у нас нет вот этой вот истории с тем, что вот когда ты сейчас сказала, типа, вот я классный, я молодец, и сразу же вот даже у меня, хотя я вроде бы уже шарю, даже у меня немножко вот так вот начинается, потому что у нас настолько не принято это говорить про себя, потому что ты либо зазнайка, ты либо я последняя буква в условите, либо ты сейчас скажешь про себя, что ты классный, и сглазишь. У меня тоже есть упражнение, и ты берешь, выписываешь, вот ты сказала как раз, будь, что там было, молчи, за умного сойдешь, надо взять и написать все, тоже я такую штуку делала, все установки, которые вам говорили в детстве родители, вот мне, например, там говорили из серии, что леди не кричат, там еще что-то, вот прям вот пиздец, я, кстати, таким образом поняла, от кого у меня все установки, вот у меня нет никаких практически хреновых установок от мамы, от папы тоже в принципе нет, там знаете, все установки очень нормальные, еврейские в стиле не надо экономить, надо больше зарабатывать, то есть вообще все супер, с этим можно жить, от бабушки просто, извините, там вот какой-то поток вот этого совка адского, потому что я лето проводила с бабушкой, и вот она постоянно, знаете, из серии там, я даже не помню, ну вот что-то в духе про то, что промолчи, из-за умного сойдешь, вот такие вот вещи, и как только ты это все... Отмолчишься, как в раю отсидишься, вот, понимаешь, вот, потому что удобно так делать, говоришь ребенку, он сидит у тебя молчит, и когда ты это все выписал, ты берешь и анализируешь, и вообще нахрен тебе это надо, и стараешься это заменить на какую-то другую поговорку, например, там, отношения это всегда работа, ну, ты берешь и переписываешь это для себя, для того, что над отношениями надо работать, но это в кайф, или вот так, понимаете, да, как-то это надо адаптировать, под то, чтобы это была ваша картина мира, потому что, ну, я искренне верю, что то, как мы говорим, и то, во что мы верим, формирует мир вокруг нас, и если мы, блин, будем жить по такому, по установке, что все работа, все пиздец, и вот это, моя любимая, блин, последняя, я сейчас вспомнила это, я вчера орала с этого, я посидела, и поанализировала, сука, нашу список школьной литературы, где Достоевский, где все супер депрессивные, ты читаешь, когда ты такой, ну, я не против, я обожаю этих авторов, но я имею ввиду, что это, как бы, если ты не отслеживаешь, ты реально понимаешь, что путь к счастью лежит через страдания, вот это все, и ты ждешь этого, блядь, от жизни, но это не так, не обязательно страдать, чтобы быть счастливым. Короче, тест, кто автор фразы в России две проблемы, дураки и дороги? Солши, если ты тоже так фигурен, я тоже так фигурен, а оказывается, кто? Короче, я ходила на подкаст, и надо бы пробьем это после, потому что я охренела от этого, я, типа, в школах считается, что это Гоголь так сказал, в итоге, мне ребята на подкасте показывали, что, типа, в 92-м году Михаил Задорнов на своем концерте сказал, как сказал Гоголь в России, и все это подхватили, потому что он сослался на Гоголя, ни хрена не проверив, я стал вирусом. Я вообще не слышала. Я тоже подумала, что это щедрин, потому что это звучит, как щедрин, но, типа, когда мне сказали, что это считается, что Гоголь, это все из-за Задорнова, я просто такая, чего? Чего? Ну тупые! Да, понимаешь? Просто я... Помнишь, как мы с тобой в Америке один раз начали смотреть концерт Задорнова, и еще мы с тобой смотрели Кривое сердце? Нет, мы не смогли, мы не смогли, я не клянусь вам, мы реально через минуту выключили, а я ведь в детстве смотрела его, я помню, и мне казалось, что это ушло в детстве. Я просто помню, что у нас был какой-то неприятный любовный опыт Ксюши именно в Америке. Не друг с другом! Не друг с другом! И мы как раз таки, давай посмотрим Задорнова, он же как раз таки пообсирает америкос. Самая главная проблема, с которой я тоже столкнулась по поводу того, вот этой формата самооценки «ты хороший, когда ты лучший» в том, что тебе никогда не хватает. Это недостаточно, ты всегда не можешь покорить этот Эверест, как будто бы вот ты как будто бы куда-то попал, как тебе казалось, а потом хоп, эта гора стала еще выше, еще выше, еще выше, и это такой дикий невроз, от которого как раз появляются и тревоги, и панические атаки, и депрессии, потому что фрустрация того, что ты никогда не можешь получить, чего ты хочешь, а когда ты даже это получаешь, тебе этого уже не хочется. Да, ужасно, отвратительная вещь, я тоже над ней сейчас работаю, раньше она у меня была прямо в гипертрофированном формате, но плюс этой самооценки то, что, друзья, у нас очень много просмотров, мы ведем прекрасное шоу, и вообще мы, каждый из нас просто суперклассный, индивидуальный и интересный, и у нас много фанатов. Ну что, друзья, мы сегодня обсудили Задорнова, капитализм, секс, женская либидо и Достоевского, просто где бы еще мы услышали такое количество разных тем. Я очень надеюсь, что мы еще с девчонками созвонимся, мне дико понравилось в таком формате беседовать, мне кажется, даже душевнее получилось, чем просто, когда мы в студиях под камерами, а тут реально такой живой разговор, поэтому пишите свои комментарии, пожалуйста, что еще нам стоит обсудить, созванивайтесь со своими подругами, потому что карантин и самоизоляция не повод переставать общаться, также вон, взяли, съели винишко или просто чаек, так что, ребят, спасибо вам большое, надеюсь, вам понравилось, всем целиком, пока, 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 Субтитры сделал DimaTorzok